Дорогие друзья! Фестиваль два вечера в ноябре Александру Фраучу посвящается открыт. Сегодня состоялся первый концерт, в котором приняли участие замечательные музыканты. Первое отделение было просто фееричным. У него играл наш выдающийся российский гитарист Равшан Мамиткулеев. Во второе отделение открыл один из лучших учеников Александра Фрауча, Дима Илларионов, который исполнил интереснейшую программу и показал сильно классно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разрешилось все гитарным партетом имени Фрауча, который выступил с не формальной программой, не гитарной, а в ансамбле с интересными музыкантами. Вышел на сцену уникальный голос, который, в принципе, очень редкий в этом мире. Контртенор Олег Рябец и одна из лучших юридисток в Москве Татьяна Варина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это есть музыка, которая лучше всего звучит именно у Контртенора. Это голос, который любили, для которого писал Гендер, для которого писали порочные композиторы. Это голос уникальный. То есть он поет в очень высоком диапазоне, но при этом очень сильно отличается от женского. Диапазон тот же, тембр совершенно другой. Мне безумно нравится этот тембр, помните? Ну, есть все знаменитые кевцы, Филипп Жарловский, за которыми ездят люди по всему миру на концерты. То есть этот голос очень многим нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К огромному нашему сожалению, Мария Наумовна Лазинская-Фраучи, которая является художественным руководителем нашего фестиваля, не смогла присутствовать ни на первом, не смогла присутствовать на втором. Из-за очень тяжелой болезни она не может посещать наши концерты. Поэтому мы все за нее молимся, держим кулаки и желаем ей скорейшего выздоровления и возвращения на что-то, потому что она наша душа, она наше вдохновение. И идея и стержень, в которой все держится, она является основателем. Поэтому давайте пожелаем ей крепкого здоровья и просто кто помолится, кто поддержит благи, кто просто пошлет какие-то положительные отзывы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще не было такого формата, как концерты с участием победителей конкурса имени Фраучи. Один из них. Памятку Лифен, победитель второго конкурса. А почему двое? Потому что в первом конкурсе не было победителя, то есть первая премия не была присуждена. Вот и в шаг, можно сказать, это наш первый победитель. Первый победитель двух конкурсов. Вот. А в следующем концерте, на который я вас всех приглашаю, который состоится в воскресенье, 9 ноября, выступит Артем Дервайет. В первом отделении он победитель третьего международного конкурса имени Фраучи. Но в втором отделении непревзойденный, выдающийся бог гитары Аниела Дезидерио. Аниела Дезидерио. Аниела Дезидерио. Я буду играть на вечеринку на вечеринке, на фестивале Фраучи. Я так счастлив, чтобы снова быть в Москве. Такая красивая город и очень важная. И играть здесь всегда очень великолепно. Я буду играть после того, что он очень великолепный молодой гитар-классикой гитар-классикой из России, Артем Дервайет. Я его знаю очень хорошо. Мы работали вместе, несколько лет назад, в Германии. Мой программой будет быть какие-то спецы, как Альвенец, Астурия, Севилья. Потом Сантурина, Севильяна. Потом итальянский композитор, Гюллианин Росильяна, номер один. Потом Карло Доминиконико, Коюмбаба, Suite. Опус-19. Так что, спасибо большое, и я надеюсь увидеть вас на субботу. Спасибо.